Девочки, готовим настоящую израильскую шакшуку. Вот здесь чеснок, мы его раздавили, чтобы, как Шаляв говорил, чтобы вкус вышел. Лук, острый перец, но вы не обязательно должны добавлять острый перец или вообще какой-либо перец. Помидоры на глаз, петрушку тоже можно добавлять, можно нет. Еще вам нужна паприка, острая и сладкая. Я это делаю точно, тоже обычно на глаз. И оливковое масло. Они тут пользуются не оливковым маслом, но я обычно дома только оливковое масло. Да, Тимур? Да, конечно. А то я их учу только... Масло закрывается. Да, смотрите. У меня уже требовали столько, эту шакшуку. Мы добавляем... Чесночок. Я обычно добавляю сначала лук, но шефы нам говорят, что чтобы было вкуснее, нужно сначала чеснок. Правильно? Да. Посмотрите, три парня, все на одну шакшуку. Это паприка. Добавляем паприку. Либо остую, либо сладкую, как вы любите. Теперь лук. Главное, что серьезное у него лицо. Теперь мы добавляем перчик, который острый. Вы можете добавлять сладкие болгарские перцы. Можете вообще не добавлять. Как вам нравится. Вау! Когда это все дело подварится, добавляем помидоры. Органик помидор. Да, да, да. Как я вам говорю всегда, лучше органическое. Органик помидор. Вау! Немного. Нет пасты. Опа! Опа! Органик. Это мне обязательно нужно делать дома. Можете просто перемешать ложечкой. Я бы хотела сделать немного молек в каэль, и это не очень полезно. Это очень вкусно. Можете делать лук. Добавляем соль. Белах-белах? Или еще вот так? Есть гамер-газ, что у меня есть. Можете просто перемешать ложечкой. Добавляем соль. Успех, успех! Спасибо большое! Запахи обалденные! Чимичули! Чимичули! А это там все замешивает и замешивает Надоедает же ему То хлеб с оливками То хлеб еще с чем-то Видите, как мы хорошо Время проводим Здесь у нас музычка А здесь огромное Грязное мусорное ведро И грязный шалев Посмотрите, все в муке Видели когда-нибудь Такого шефа худого? Смотрите, кожа до кости Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Дорогие зрители! Сегодня у нас делают израильское блюдо Называется шакшука Вы понимаете Вот так И пошло Вы понимаете, что шеф делает в конце концов? Он просто подходит, кидает кусочек петрушки и все Ага! Яйцо! Немножко убираем огонь и разбиваем яички. Надо сделать место для яйца, правильно? Давай, Руи, делай место. Надо потом все это дело закрыть, правильно? Или можно просто так? Можно просто так. Маленький огонь. Еще, еще. Если вы любите жидкий, не надо закрывать его. Если вы любите его вельдан, надо его закрыть. Потом можно добавить чуть соль и перец на яйца. Это немало яиц? Может еще одно? Руи, вот яйца, ахат. Мазакам ценут азот. Короче, как вы уже поняли, что если вы хотите, чтобы яйцо было жидкое и оставалось жидкое, то не накрываем. А если хотим, чтобы оно было прям как надо сделано, то тогда накрываем и ждем. Вот как это получилось. Сейчас будем кушать. Мы не израильская кухня, если без тхины. Добавляем техину, лимончик, соль, воду. Все это размешиваем и пробуем на вкус. Я люблю размешивать вилкой. Если честно, мне так удобнее. Вот такая мы хорошая команда. Вот такой у нас красивый стол получился. Спонтанно совершенно в кафе, в котором нет никого, кроме нас. Продолжение следует... Продолжение следует...